здравствуйте дорогие девочки дорогие леди поздравляю вас всех с новым годом желаю вам отличного крепкого здоровья потому что это сейчас самое важное для каждого из нас любви хорошего настроения радости позитива встретить новый год кругу своих друзей и близких и я желаю вам всем всех всех благ конечно очень жаль что вы не встретились на новый год и на крисмос как мы и планировали с Леной встретить новый год вместе но это не от нас зависит у нас очень большой рост заболеваемости и наша территория равна четвертому уровню поэтому мы не можем никуда выехать не пригласить никого в гости и тем более не остаться там у кого-то ночевать или к себе кого-то у себя кого-то оставить ночевать но я думаю что все это скоро закончится и мы вновь увидимся на новый год будем встречать вместе с кеном как и встречали крисмос но если на крисмос готовил кем все на стол то на новый год буду готовить я я обязательно приготовлю ну наверное плов обязательно сделаю салат из свежих помидор огурцов традиционный салат оливье селедку под шубой и конечно же я уже налепила пельмени на 1 января ну а потом мы сядем за стол выпьем шампанское с клубничкой посмотрим телевизор прослушаем поздравление владимира путина и просмотрим огонек и все и все концерты которые будут идти по первому каналу девочки ну вот и прошел 2020 год и наверное каждая из вас подводят итоги этого непростого года также подвела итоги и я я конечно больше всего в этом году уделяла внимание своему здоровью потому что вы знаете что я принесла такую сложную операцию и конечно мне нужно было восстанавливаться я делала легкие такие упражнения которые мне советовали врачи и физиотерапевты много гуляла занималась такой несложной гимнастикой и следил за своим весом очень много в этом году работала над собой читала аффирмации ежедневно очень часто слушала и читала наталью правдину луизу хэйм знала что многие были в депрессии но это не про меня я всегда была на позитиве не надо поддаваться общей панике и в голове должны быть только позитивные мысли и не падать никогда духом дальше идет пункт самореализация что было сделано по этому пункту прочитала где-то 78 книг на английском языке начиная читать не только книги но и журналы и газеты стала читать учила английский по учебникам учила слова решала кроссворды все это ежедневно занималась английским дальше творчество что у меня по этому пункту но вы знаете вот я начала снимать видео сама себя снимаю сама себя посылаю лени а лена монтирую но не знаю как это у меня получается но наверное на следующий год будет еще лучше а также я начала вязать вы уже видели мои свитера которые я навязала себе и вот связала еще для лены красный свитерочек вот девочки посмотрите какой свитер я связала лени вот видите какая вязка такая вот лодочка вот такой вот рукавчик на манжетике вот такой вот красивый свитерок вот так вот он будет смотреться я думаю что очень ей подойдет но вы знаете я посмотрю на следующий год конечно запланировала вязку то есть я посмотрю какие-то рисунки из интернета и буду стараться их пробовать и может быть приму участие каком-нибудь конкурсе но также много я сделала в саду во-первых мы очень много сделали в баре то есть мы там все переделали почти в своей чайной комнате в кафе мы очень много там всего переделали я вам потом покажу видео сниму специально много в саду посадила таких цветов которые весенних которые вот вот уже в феврале в марте зайдут вы знаете и сегодня такая погода была хорошая вот я гуляла читала аффирмации гуляла но я гуляю вот возле своего сада никуда не выхожу далеко и вот смотрю а смотрю куда я посадила свои ростки цветов то они уже прям подросли и так уже уже поднялись и если будет вот так стоять такая хорошая погода то наверное уже в феврале они у меня все зацветут я обязательно вам все это покажу за сниму и все это покажу очень большая работа была проделана над отношениями между мной и кеном но так как вы знаете что в этом году мы очень долгое время сидели на локдауне то есть он не работал около семи месяцев и все сидели дома поэтому я была на его волне я знала что я знаю что он увлекается музыкой пением когда он играет я всегда с ним и всегда ему подпеваю под даже потанцовываю мы очень много разговаривали в этом году очень много читали вместе говорили на разные темы смотрели телевизор он знает и любит наших артистов он даже знает нашу нарису гузееву розу сабиту потому что он я смотрю эти программы и он со мной тоже смотрит эти программы и даже включает мне узнает даже время когда эти программы идут включать если я где-то нахожусь не в этой комнате он меня зовет оля оля иди быстрее твоя программа идет мэрич мэрич но также он знает и любит очень максима галкина слушает ваингу вначале он любил валерию мы даже ходили на концерт его когда она приезжала сюда и до меня он тоже ходил на ее концерт но когда он услышал как ваинга поют аэропорт он конечно же она сразу же влюбился в нее потому что аэропорт это его любимое занятие любимая его работа также улучшала отношения с его детьми мы не могли пригласить их в гости и не могли к ним пойти в гости но мы очень часто с его дочерью переписывали с его правнуками звонили потели очень часто звонила я и они мне по телефону разговаривали то есть вот этого тоже была такая большая работа ну вот девочки и все что я хотела вам рассказать что я сделала за этот год но я обычно все это записываю свой дневничок свои итоги но пока я еще не записала но а вот наверное после нового года я все это запишу а в свой новый дневник 2021 года я уже записала план на целый год потом я его разобью на месяц потом месяц на неделю неделю на день и буду каждый день идти по этому плану ну и все на этом девочки мои хочу вас еще раз поздравить с новым годом и пожелать вам всех всех благ и вы знаете девочки не забывайте что под новый год все мечты сбываются поэтому вы должны открыть окно и кричать что есть силы от живота у меня самый прекрасный партнер у меня самая красивая большая машина у меня прекрасная работа и то есть то что вы хотите иметь на следующий но в новом году все это надо кричать как есть как можно громче и прям от живота я думаю что всем что все ваши мечты обязательно сбудутся и я желаю вам этого до новых встреч новом году пока пока люблю вас всех и обнимаю